Желаю здравия! Сегодня у нас будет видео о Полтаве. Наше путешествие мы начинаем с центра города, с корпусного парка. Монумент славы видите сзади меня. Памятник установлен в честь победы русской армии над шведской армией. С одной стороны был Петр I и часть запорожских казаков, а с другой стороны был Карл XII и Иван Мазепа и также часть запорожских казаков. Это событие довольно значимое для истории и современности Полтавы. Например, есть версия, что Полтава была перестроена наподобие Петербурга. То есть в центре круглая площадь, как в Питере Сенатская, и радиально от нее отходят лучами улицы. Сейчас в городе как раз детский праздник, поэтому вы можете видеть много детей в этом корпусном парке. Дальше, через подземный торговый центр, который называется Злата Миста, идем по улице Соборной, бывшей Октябрьской, по направлению к Белой беседке, Альтанке. Кстати, по поводу Полтавской битвы, тут еще есть памятник Петру I, Ивану Мазепе, шведам и другим. На Соборной улице есть много различных кафешек, ресторанов, продаются картины, вышиванки и тому подобное. Влево можете видеть ЦУМ, вправо будет Драматический театр имени Гоголя. Спокойный город, возле театра люди кормят голубей. Если пройти дальше, за Солнечным парком будет Краеведческий музей. Полтавский Краеведческий музей – одно из самых красивых зданий в городе. Он был построен в 1891 году, как здание для Полтавского губернского земства. На этом здании можете видеть гербы различных городов нашей области. Есть воспоминания с детства, что захожу в этот музей, и там большой, просто огромный скелет мамонта. Но я все-таки уже побольше, и скелет не кажется таким огромным. Но все-таки это скелет мамонта. Напротив этого музея находится памятник Тараса Григорьевича Шевченко. Довольно большой, такой массивный памятник запорожским казакам. Дальше будет смотровой балкончик. Памятник сантехнику и коту. Памятник Петру Первому, где типа он отдыхал. Проходим дальше по Соборной улице и видим слева Спасскую церковь. Внешне она выглядит не очень, а внутри очень круто. И вообще на этой улице много красивых отреставрированных домиков, которыми можно пройти, просто полюбоваться на этот город. Перед Успенским собором находится памятник Ивану Мазепи, гетьману Украину, герою Украины, который изображен на 10 гривнах. Успенский собор – это главный храм на территории Полтавской крепости. Строился 22 года. За время Союза был полностью разрушен, но во время независимости был восстановлен полностью. Честно говоря, снаружи выглядит лучше, нежели внутри. Особенно вечером в свете фонарей. За собором есть музей Ивана Котляревского. Комплекс состоит из хаты, сарая, колодца. Там также есть бюст писателя. Внутри можно увидеть то, что было во время жизни писателя. Памятник полтавским галушкам. Место для фотографирования. Игорев камень установлен в честь 80-летия основания города. Слева можем увидеть деревянную башню. С нее открывается хороший вид на Крестово-Сдвиженский монастырь. Но и конечный пункт нашей прогулки – это Альтанка или Белая беседка. По преданию тут конь Петра Первого потерял подкову. Очень популярное место для отдыха среди молодежи. Отсюда открывается замечательный вид на Подол, Леваду и прилегающие районы. Что еще можно посмотреть в Полтаве? Например, сзади меня здание СБУ. Построено в стиле русский модерн. Также в Полтаве есть много музеев. Например, музей истории Полтавской битвы. Перед этим музеем установлен памятник Петру Первому натуральную величину. Также есть Полтавский художественный музей, музей имени Котляревского, музей авиации, музей Панаса Мирного и много другого. Приезжайте в Полтаву. Интересный город, замечательный. Целый уикенд там можно хорошо отдохнуть. Удачи! Подписывайтесь на наш канал. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok